На выходных за городом состоялся любительский турнир по гольфу. В нем приняли участие красноярские бизнесмены и депутаты. Отмечу, что этот вид спорта становится у нас все более популярным. Появляются даже свои чемпионы, которые участвуют в международных соревнованиях. Многие из участников – новички, которые едва ли не в первый раз взяли в руки клюшку. Благо, правила в гольфе достаточно просты – загнать мяч в лунку, сделав минимум ударов. Как говорит победитель отборочного турнира мирового чемпионата Антон Бобрик, этот вид спорта очень зарегламентирован. На итоговый результат может повлиять как внешний вид спортсмена, то есть его форма. Он должен быть обязательно в полу, в специальной обуви, так и его поведение на площадке. Например, какому-то сопернику может не понравиться ваше поведение, он сообщит об этом судье. Судья вынесет ему какое-то предупреждение, а в дальнейшем может вообще штрафануть. И вообще дисквалифицирует соревнования, если человек себя ведет неадекватно на поле. Надо сдерживать себя свои эмоции. Если удар даже не получился, надо сдерживать эмоции, не бить клюшкой в землю, не кидать и спокойно про себя все это проигрывать. Мы проводим третий турнир уже, 7 новостей кап, третий турнир, третий год подряд. И с каждым годом участников, конечно, все больше. Но мы поставили для себя цель – это все-таки популяризировать игру в гольф здесь, в Красноярске. Мне кажется, что это очень благородный, интересный вид спорта. Для многих гольф не только способ отличного времяпрепровождения, но и возможность поддерживать себя в хорошей физической форме, поскольку спортсмены проходят большие расстояния. Вырабатывается и меткость. Помимо природных препятствий, пригорков и низин, есть и искусственные различные траншеи. Если туда попадает мяч, выбить его бывает очень сложно. Игра требует не только ловкости и выносливости, кстати, потому что достаточно большое количество метров нужно пройти. Но, одни словом, очень захватывающе, и мне очень интересно в нее играть. Азарт? Азарт, безусловно, он есть, присутствует. И не важно, мы друг друга поддерживаем еще, это тоже очень важно. Англичане говорят, хочешь узнать партнера по бизнесу – сыграй с ним партию в гольф. Потому что за те несколько часов, что спортсмены проводят на поле, все личные деловые качества человека проявляются как нигде. Эта увлекательная игра, глубоко почитаемая в Европе и Америке, постепенно и у нас превращается в элемент корпоративной культуры. Первый раз, когда я играл, стал чемпионом турнира. Сейчас, к сожалению, с каждым ударом шансы тают, потому что есть более такие тренированные конкуренты. Поэтому на чемпионство не надеюсь, просто хорошо провести время. Заряд такой бодрости получаем, очень хорошо. На протяжении многих лет гольф остается лидером среди самых элитных увлечений. Инвентарь стоит недешево, цены на клюшки могут доходить до нескольких тысяч долларов. Кроме того, чтобы открыть гольф-клуб, необходимо много вложений. Во-первых, нужно найти поле, облагородить его и постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. Следить за кортом должен специально подготовленный персонал. Добавлю, чтобы добиться успеха в гольфе, как говорят профессионалы, нужно много тренироваться. Впрочем, как и в любом другом виде спорта. Благо, для этого у красноярцев есть все необходимое. Это поле для гольфа, единственное за Уралом, имеющее сертификацию, то есть оборудованное по всем правилам для игры в гольф. Если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru Наталья Истомина, Алексей Егоров, Афонтово Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова